МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В студии Мария Петровцева. Вы смотрите новости Колпинского района и сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Тяжело в учении, легко на работе. Ремонтные бригады коммунальных служб тренируются перед началом отопительного сезона. Ремонт памятника архитектуры. Реставрация школы по гребле закончится к Новому году. Знаки, разметка и светофоры. Инспекторы ГИБДД проверяют колпинские дороги к началу учебного года. Цены на продукты выросли, безработица остается на прежнем низком уровне. Специалисты Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Петербурга подвели итоги развития города за минувшие полгода. Цены по-прежнему растут быстрее, чем размер средней заработной платы. В частности, продукты подорожали на 7%. А вот доходы населения подросли всего на 5,5%. И несмотря на то, что в городе стали выпускать больше легковых автомобилей, ездить жители северной столицы предпочитают на метро. Кстати, по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, в этом в Петербурге произвели в 2,5 раза больше железнодорожных вагонов. Из приятных новостей. Хотя строить стали чуть меньше, заселили в новые квартиры в 2 раза больше горожан, чем в прошлом году. Новоселье отпраздновали больше 16 тысяч семей. Что касается внешнеторгового оборота, то для Петербурга он составил почти 400 миллиардов рублей. Основные зарубежные торговые партнеры северной столицы – Китай, Финляндия и Германия. В Петербурге идут противоаварийные тренировки. В каждом районе города до наступления холодов бригады коммунальщиков должны не по одному разу отработать действия в случае чрезвычайной ситуации. Такой, например, как прорыв труб с горячей водой. Увидев у себя во дворе сразу несколько бригад аварийной службы, жильцы дома подумали, что случилось нечто ужасное. Но их успокоили. Здесь всего лишь идут учения. По легенде, произошел разрыв внутренней инженерной системы дома, отвечающей за отопление. Подвал затоплен, на дворе мороз – минус 25. Для устранения аварии приехали бригады от каждого ЖЭСа района. Это нормальная, правильная практика. Поэтому здесь мы наблюдаем несколько автомобилей, полностью укомплектованных. Наблюдаем здесь, соответственно, наших сотрудников, которые сейчас на время и скорость, потому что за 90 минут мы должны сейчас этот розлив сущности заново сварить. Каждой бригаде выделили по участку трубы, который надо заменить. Коммунальщики действовали быстро и профессионально. В итоге условная авария была ликвидирована за несколько минут, вместо отведенных полутора часов. Что и понятно, работать в таких условиях – одно удовольствие. В отличие от реальной жизни, когда в подвале по колено горячей воды и клуба пара. Сегодня было легче, потому что уже система была слетая, нужно было только отрезать трубу и поставить, и заварить все. А в таких условиях, когда на самом деле, то это, конечно, норматив будет, да, 90, больше часа, там, да, где-то часа два, наверное, будет. Потом же надо будет запустить это отопление и протравить воздух. В этой тренировке участвовали сотрудники жилком сервиса номер один. В ближайшее время свою готовность к зиме должны продемонстрировать другие управляющие компании. А затем в Колпино пройдут общерайонные учения совместно с ГУПТЭК. Оксана Дроздова, Руслан Бичурин, Новости Колпинского района. Петербург готовится к 70-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Главная задача на ближайшее время – привести в порядок все мемориальные комплексы. Ремонтные и реставрационные работы выполнят районные администрации. В нашем районе восстанавливать будут и Жорский таран. Его состояние специалисты Комитета по охране памятников оценили как удовлетворительное. Нужно восстановить дренажную систему, заменить зеленые насаждения, отреставрировать постамент под артиллерийским орудием. На это нужно порядка полутора миллионов рублей. Их рассчитывают получить из резервного фонда. Реставрация другого памятника архитектуры нашего района уже идет. Это здание из красного кирпича на берегу и Жоры знакомо всем колпинцам. Его начали строить еще в 19 веке. Во все времена здесь была школа. Сначала обычная, а потом спортивная. В этом году школу по гребле наконец-то начали реставрировать. В здании школы по гребле не было капитального ремонта уже 40 лет. И начать его оказалось не так-то просто. Все работы здесь проходят под строгим контролем Комитета по охране памятников. Фасадом занимаются реставраторы, задача которых – восстановить исторический облик здания. Кирпичную кладку очищают от столетней грязи, разрушенные элементы делают заново. Причем использовать для этого современный кирпич невозможно. Слишком уж он отличается от того, что был сделан на Ижорском заводе сотню лет назад. Он же фактуры, он же другой, за сто лет он же стал совершенно другой. Он же выветрился, там какие-то появились приятные глазу. Это с точки зрения реставратора. Трещинки, выбойники, которые старость подчеркивает кирпича. Такое изготовить невозможно. Но материала для восстановления фасада реставраторам хватает. Его нашли тут же, в самом здании. Этим неказистым на вид кирпичам уже 112 лет. Их вынули из внутренних стен здания. Но сейчас их ждет вторая жизнь. Кирпичи отмоют, очистят от раствора, отшлифуют и используют для реставрации фасада. Где они будут выглядеть как новенькие и прослужат еще не один десяток лет. В этом здании на берегу Ижоры всегда была школа. Сначала общеобразовательная, а с 1978 года спортивная. Колпинские грибцы, будущие олимпийские чемпионы, в последние годы были вынуждены заниматься в разных школах. И даже ездить на тренировки в поселок Пантонный. Поэтому внутренние работы в здании их интересуют гораздо больше, чем кропотливый труд реставраторов. Я не особо разбираюсь в том, что они делают. Сказали, что будет ремонт изнутри. А снаружи, да, меня все устраивает. Уже с нового года грибцы будут заниматься в историческом здании, оснащенном на самом современном уровне. Несколько спортивных залов, душевые, раздевалки и грибные тренажеры. Тренажеры у нас уже куплены. Они пока хранятся. Некоторые даже еще в упаковке. Поэтому надеемся, что все же в декабре мы сюда переедем и начнем новый учебный год с января месяца уже в новых стенах, с новым ремонтом и с счастьем наших тренеров и спортсменов и с дальнейшими, конечно, хорошими результатами. Хороших спортивных результатов Клопинцы добиваются и сейчас, при отсутствии нормальных условий для тренировок. В этом году воспитанники с Дюшер стали победителями и призерами чемпионата Европы. А сейчас готовятся к чемпионату мира в Канаде. Оксана Дроздова, Руслан Бичурин. Новости Колпинского района. На заседание общественного совета, куда входят почетные и уважаемые жители Колпинского района, единогласно было принято решение о создании в городе воинской славы Колпина диорамы, которая увековечит память героев, защищавших родную землю в годы Великой Отечественной войны. Одобрение получило предложение директора Музея истории ижорских заводов Краеведа Ларисы Бурим об использовании в основе сюжета диорамы событий обороны Колпинских рубежей с 15 по 17 сентября 1941 года. Тогда город защищали исключительно бойцы-добровольцы ижорского батальона. Далее новости района короткой строкой. Уже в этом месяце на проспекте Ленина в 10 квартале начнется строительство первого здания по программе реновации. Это будет многоквартирный дом с автостоянкой. Он будет состоять из 8 секций от 5 до 9 этажей и вместит 219 квартир. На сайте газеты «Ижорская перспектива» появилась афиша празднования 291 дня рождения Колпина и ижорских заводов. 7 сентября горожан ждут три большие концертные площадки на улице Красной, на площади возле КДЦ «Ижорский» и в городском саду. Как и в прошлые годы, состоится спартакиада промышленных предприятий и шествие по проспекту Ленина. Выступят многие популярные артисты, в том числе звезды 80-х группа «Атава» и певица «Максим». Кульминацией праздника станет фейерверк. Колпинский спортсмен стал чемпионом мира по французскому боксу «Сават». Соревнования среди юниоров проходили в Сербии. Россию представляли пятеро юношей, в том числе трое из Петербурга. Самым успешным из наших боксеров оказался колпинец Сергей Щербаченко, воспитанник Павла Столярова. Инспекторы ГИБДД уже в третий раз за лето объезжают район. Перед учебным годом все должно быть готово. Разметка на пешеходных переходах у школ обновлена. Светофоры включены, нужные знаки установлены. В этот раз проверку проводили на улицах Танкистов, Павловской, Пролетарской, Октябрьской и Бульваре Трудящихся. Идеальный пешеходный переход, по мнению автоинспекторов, это знаки плюс разметка, светофор, искусственные неровности, пешеходные заграждения, а еще и дополнительное освещение в ночное время. Большинство переходов в Колпинском районе от этого идеала далеки. И основная головная боль сотрудников ГАИ – отсутствие разметки. Вот как здесь, на улице машиностроителей. Переход рядом с 461-й школой оснащен только знаками, которые водители зачастую не замечают. До недавнего времени такое же плачевное состояние разметки было на многих переходах. Но, как показал последний объезд, к середине августа большинство таких объектов приобрели вполне цивилизованный вид. А на углу Павловской и улицы Братьев Радченко даже появился светофор, который здесь давно ждали. Да и вообще этот год для Колпинского района стал урожайным на светофоры. У нас поставили 7 светофорных объектов. Хотелось бы еще штук 17, но, к сожалению, программа, она очень долгая. Вот эти светофоры мы просили поставить еще лет 5-6 назад. Вот только до нас дошло. Обновление разметки тоже зависит от графика работ. И Колпинский район в этом графике далеко не на первом месте. Вот и появляются у нас свежевыкрашенные зебры, в лучшем случае, к началу учебного года. Да и то после нескольких десятков писем и протоколов, отправленных автоинспекторами соответствующие службы. А спешить есть куда. К концу лета в город возвращаются дети, отдыхавшие на каникулах у бабушки в деревне и напрочь позабывшие о правилах дорожного движения. Так что водителям сотрудники ГАИ советуют в ближайшие недели быть особенно внимательными. А взрослым пешеходам следить в первую очередь за собой и не подавать детям дурного примера, нарушая правила. Очень часто можно увидеть, как у нас граждане и мужчины, и женщины, и бабушки бегают даже через заборы. Забор, допустим, метр десять, они через него смело перелезают и перебегают в проезжую часть. Ну, подходишь к бабушке, делаешь замечания, она еще и ругается. Она сказала, что я здесь всю жизнь хожу и как бы вот буду ходить здесь. Ну, а родителям школьников, помимо покупки тетрадок, учебников и формы, хорошо бы найти время для одного важного дела. Прогуляться вместе с ребенком до школы и выбрать самый безопасный маршрут через самый безопасный переход, на котором как минимум будут знаки и разметка. Оксана Дроздова, Руслан Бичурин, Новости Колпинского района. 21-й рок-викенд состоится. Фестиваль пройдет 31 августа на Гаревом поле стадиона Ижорец. Выступят «Правда рифмы», «Миджи», «Кинотав», «Бьюйсайд», «Проект Олимпийский» и другие колпинские команды. Хедлайнерами концерта станут Глеб Самойлов и «Матрикс», «Бригадный подряд», «Нервы» и «Энимал джаз». Начало в 2 часа дня. Если у вас есть интересные темы для наших будущих сюжетов, звоните в редакцию. Телефон 469-5493. В случае нарушения качества телесигнала и по другим техническим вопросам, следует обращаться по телефону диспетчерской службы 703-7710. Это последняя информация выпуска. Спасибо, что были с нами. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова